Здравствуйте! Пока мы готовимся в отпусках, в автомобильных компаниях тоже готовятся к тому, что мы из этих отпусков вернемся и озаботимся вопросом, на что бы поменять свою машину в очередной раз. В компании АвтоВАЗ на эту тему тоже задумались и вот что они решили. В конце апреля нам был представлен автомобиль Lada Kalina Universal. Кроме изменившейся формы кузова, здесь добавилось еще много чего по комплектации. И вот эта вот машина, которую мы сегодня будем тестировать. Она не зря расклеена в разные наклейки, на которых написано Lada Kalina Rally Raid. Презентация нового автомобиля будет проходить в форме именно Rally Raid. Впереди у нас 1200 километров по дорогам Казахстана от Алматы до Астаны. Эти дороги изобилуют разными дорожными моментами, которые мы называем неровностями, ну или попросту говоря засадами для любого нормального автомобиля. Это серьезное испытание для подвески, для колес, для кузова, да и для всего автомобиля в целом. В ралли участвуют 10 автомобилей, это не считая тех машин, на которых едет обслуживающий персонал. По опыту проведения подобных пробегов другими отечественными компаниями, можно припомнить, когда из 100% стартовавших в подобном пробеге машин до финиша добиралось без каких бы то ни было поломок всего процентов 20. Поэтому тем интереснее будет испытание. Мы будем смотреть не только на то, как ведет себя наша машина, но и на то, как себя ведут машины других участников наших коллег-журналистов. Ну а пока приступим, впереди еще много километров, много километров неровной, непонятной дороги. Я не знаю, какие здесь дороги и какие условия предстоящего нам приключения. Понятно только одно, природа здесь суровая, если солнце днем прогревает все это до градусов 20, то ночью все это остывает практически до нуля. Да и ветер, который днем здесь, особенно на вершинах, дует, он выстужает все то, что удается нагреть солнце даже за день. Ну так что поедем и посмотрим, что это за автомобиль и как он себя ведет при таких условиях. Продолжение следует... Любительское ралли, конечно, не ставит перед участниками непосильных задач. Но и прохлаждаться здесь не получается. Весь маршрут, разделенный на несколько участков, проходит по самым разным дорогам. И тут аналогия с большим автомобильным спортом прямая. Каждый из участков специально разработан для того, чтобы можно было проверить определенные качества автомобиля. Дороги Казахстана оставались до этого дня для нас загадкой. Но в реальности они оказались очень даже ничего. Да, местами покрытие не идеально, но серьезных ухабов, угрожающих целостности автомобиля, не было. А те неровности, что попадались, без особых усилий отрабатывает подвеска. Ситуацию в салоне можно даже назвать комфортной. Кстати, подвеска на универсал перекочевала практически без всяких изменений. Сзади установлены пружины пожестче, но точно такие же ставят и на некоторые седаны. Так что о конструктивных изменениях говорить не приходится. О чем сказать стоит, так это о качестве сборки. Судя по работе подвески, результатов можно добиться даже не меняя конструкции, просто ужесточив контроль. Такое же приятное впечатление оставляет и кузов. Неровный асфальт, откровенные ямки или перепады высоты, ничего из вышеперечисленных дорожных преград не заставило кузов издать хоть какой-нибудь звук. Он молчал, как партизан. Ни одного скрипа. Обшивка салона тоже хранила абсолютное молчание. Вряд ли владельцы представительских машин на пневмоподвеске смогут разделить нашу оценку. Но для своего класса все очень достойно. Даже по сравнению с зарубежными конкурентами. Единственные звуки, на которые обращаешь внимание в дороге, это аэродинамические завывания и звук трансмиссии. Если ветер вводит на скоростях ближе к максимально разрешенным, что для автомобиля, позиционирующегося в классе городского, не так уж и важно, то трансмиссия шумит всегда, начиная с самого старта. Это, пожалуй, та самая проблема, которую конструкторам пока так и не удалось решить. Но впереди у нас новые испытания. На этот раз никакого асфальта. Все как в настоящем ралли. Пески, камни, грунтовая дорога. Разве что автомобиль у нас абсолютно серийный. Мероприятие назвали ралли-рейд не случайно, потому что помимо движения по дорогам общего пользования, здесь есть несколько спецучастков. Спецучастки проходят вот по таким вот степям. Дорога до крайности разбита. Это и пески, это и вот такая неровная поверхность, что дает уникальную возможность поближе посмотреть на то, как же работает эта подвеска и как же себя ведет кузов автомобиля Лада Калина в новом исполнении, в исполнении универсал. Сейчас мы попробуем проехать по спецучастку и ощутить это в полной мере. Потому что, говоря об эксплуатации таких автомобилей в нашей стране, учитывать качество наших дорог, которые далеко не везде вообще поддается какой-то оценке, ну никак нельзя. Это приходится учитывать, и мы как раз и приступаем к этому моменту, испытанию настоящим бездорожьем. Старт на спецучастке происходит с гандикапом. И судьи внимательно следят за тем, чтобы все формальности соблюдались очень строго. Интервал между машинами не меньше двух минут. Иначе можно потеряться в пыли, поднятой колесами, идущих впереди. Это настоящее испытание даже для подготовленной машины. Для автомобиля серийного это больше похоже на авантюру. Причем последнюю. Обманчиво ровный участок дороги провоцирует на разгон. Но впереди достаточно крутой поворот. А песок – это не лучшее покрытие для исполнения переставок. Неожиданно то тут, то там песок сменяется серьезными ухабами. Некоторые из них грозят лишить нас подвески, а то и чего посерьезнее. В любом случае по такой грунтовке нужно ехать за скоростью не больше 5 км в час. Но это ралли. Пусть и любительское, но без лишних нежностей. Поэтому ехать приходится гораздо быстрее. Ухабы ловятся с завидным постоянством. Но машина продолжает уверенно идти к финишу. Стойка переносит своим серийным организмом совершенно раллийные издевательства. Подвеска, конечно же, пробивается. Особенно, когда колесо попадает в яму, больше похожую размерами на жерло колодца. Примерно с такой же глубиной, кстати. Но продолжает работать. Продолжает и дальше исправно отрабатывать совершенно неторированные неровности. Стойкость, достойное восхищение. По надежности, если пользоваться народным языком, неубиваемости, Lada Calino Universal может поспорить с автомобилями самых серьезных производителей. А многих из них даже превзойти. Когда машина перепрыгивает из ямы в яму, кузов, конечно же, не может молчать. Панели салона начинают поскрипывать. Но как же этот звук отличается от того, что можно было услышать в салоне наших машин даже на ровной дороге? И это при том, что подвеска осталась прежней. Да и кузов, мягко говоря, изменился не очень сильно. Представители автоваза объясняют такое поведение жестким контролем всех деталей, приходящих от поставщиков, и ужесточившимся контролем качества самого производства. Но как бы то ни было, результат ощутимый. Как будто это абсолютно другой автомобиль, а не Lada Calino с лишь измененной формой кузова. Чего порой не хватало, так это полного привода. Потому что при такой подвеске и при достаточно высоком дорожном просвете это единственное, что останавливает от вылазок на серьезное бездорожье. В настоящих раллийных машинах, конечно же, не до излишек. Но мы можем себе кое-что позволить. Например, кондиционер, который позволил дышать чистым воздухом, даже двигаясь по такой пыли. При том, что кондиционер работал почти на полную мощность, мы, кстати, не ощутили недостатка динамики. И это при том, что здесь стоит не самый мощный мотор. Вот подошел к концу первый день нашего импровизированного ралли-рейда. Позади ровно половину дистанции. 500 километров – это бесконечно мало, чтобы судить о надежности машины, о ее эксплуатационных характеристиках. Но вполне достаточно для того, чтобы говорить о ее поведении. Критиковать продукцию отечественного автопрома давно уже вошло в моду. Критиков у нее достаточно. Да и сам себя я не отношу к ее большим сторонникам. Действительно, критиковать наши машины есть за что. Но есть и положительные моменты, и объективности ради их нужно признавать. Для того, чтобы понимать, что эти машины имеют свои достоинства. К достоинствам, безусловным достоинствам Лады Калины стоит отнести наверняка, в первую очередь, ее подвеску, которая вот по этой дороге, от Алматы до того места, где мы остановились, она, к сожалению, не имеет названия. Но, тем не менее, вот эти 500 километров по достаточно разбитым дорогам в салоне машины не раздаются ни скрипов, ни звуков, пробоя, ни каких-то других вещей, говорящих о том, что подвеска работает не самым лучшим образом, или говорящих о том, что кузов недостаточно жесткий. И подвеска, и кузов достаточно здорово себя ведут. Ландшафт Казахстана Ландшафт Казахстана нельзя назвать слишком уж разнообразным. Одна степь сменяет другую. И так почти на всем протяжении дороги от Алматы до Астаны. На второй день пути уже начинает сказываться легкая усталость. Посадка в автомобиле не самая идеальная. Пятая точка уже болезненно реагирует на неровности дороги. Как недостаток в чистом виде это воспринимать нельзя. Все же Лада Калина это городская машина, а не автомобиль класса Гран-Туризма. Она не предназначена для таких длительных путешествий. Но тем не менее в формате нашей страны можно даже не сомневаться, что найдутся и те, кто на Калине Универсал отправится на расстояние даже большее, чем 1200 километров, которые предстоит пройти нам. У нас ведь пока не у всех принято иметь отдельную машину на каждый случай жизни. Как утешение путешественникам, отсидевшим себе все, что можно, у Лады Калины неплохая обзорность из салона. Это, конечно же, не делает сиденье удобнее в дальних поездках, но хотя бы дает возможность отвлечься на виды, особенно когда однообразие степи сменяется каким-нибудь разнообразием. Отдельных слов заслуживает двигатель Калины. Мы уже говорили о его готовности сохранять неплохую динамику даже при включенном кондиционере. Стоит остановиться еще и на его неприхотливости. В краю, где в качестве топлива до сих пор кое-где используется верблюжья колючка, качество более привычного нам бензина вызывает легкие подозрения. Но, тем не менее, ни разу двигатель не выказал своего недовольства. Исправно заводился, неплохо тянул и ровно работал на холостых. Цифры о расходе бензина в формате ралли вряд ли пригодятся в повседневной жизни. Но, тем не менее, стрелка указателя топлива продвигалась, хотя и неуклонно, но все же довольно медленно. А ведь небольшой расход, пожалуй, куда лучше других достоинств способен компенсировать недостаток комфорта в дальних поездках. На второй день ралли мы ожидали первых отказов в работе техники. Все же машины не подготовлены для такой жизни. Но скептикам вопреки отказов не последовало. Кондиционер исправно охлаждал воздух салона. Стеклоподъемники при необходимости, поскрипывая, правда, придорожной пылью, перемещали стекла. И это уже не говоря о более серьезных узлах. К ним претензий вообще никаких нет. Но больше всего, пожалуй, удивил сам двигатель. Не самый мощный в модельной линейке. Не самый современный. Восьмиклапанный мотор объемом 1,6 исправно тащил груженую машину по трассе. Не заставляя подключать понижающую перед подъемами и вызывая своей прытью недоумение у окружающего. А, все понятно, раллийное. Видимо, успокаивали они себя, глядя и вслед. Конечно, ничего раллийного здесь нет. И Калина уступает по динамике многим одноклассникам. Во всяком случае, с этим мотором. И вот позади уже большая часть нашего маршрута. Не самых плохих, но и не самых хороших дорог. Что здесь примечательно, что движение между городами в Казахстане не очень большое. Поэтому ехать удобно, никакого потока, никакого трафика нет. Дорога местами переходит в откровенное бездорожье, зато порой она очень даже ничего. Асфальт держит машину, повороты, нельзя сказать, что слишком профилированные, но вполне достойные. И скорость среднюю держать приходится на очень высоком уровне. Тем более, что разрешение двигаться между городами в Казахстане по скорости чуть отличается от российского в большую сторону. Ну и теперь, спустя тысячу километров, я наконец первый раз в своей жизни могу честно ответить на вопрос, ты где? Я сейчас в Караганде. За это время с автомобилем не произошло ровным счетом ничего. Ничего такого, что ставило бы под сомнение его эксплуатационные свойства. Кстати, вот закрывающееся автоматическое окно. Во-первых, на ладе Калина теперь все четыре стекла поднимаются электромоторами, но водительское стекло еще и возможно поднимать автоматически. То есть, немного подержав эту кнопку, стекло доползает на свое место самостоятельно. Алгоритм работы этой кнопки, правда, далек от идеального. Я первое время так и не мог понять, как же его заставить делать то, что он делать обязан. Но теперь привыкли, теперь он работает. Перейдем к технической части. Подвеска все так же уверенно глотает вседорожные неровности. Колеса в стандарте оснащаемые литыми дисками, что немного разгружает неподрессоренную массу и дает ощущение комфорта чуть больше, чем если это было бы на дисках штампованных обычных. До конца нашего маршрута осталось чуть больше двухсот километров. Я не думаю, что с машиной произойдет что-то кардинальное. Единственное, что случилось, один раз у нас кончился бензин, но это нельзя отнести к недостаткам автомобиля. Скорее, это недостаток дорожной инфраструктуры страны, как Казахстан. Так что двигаемся дальше. Продолжение следует... Ну вот и все. «Лада Калина Универсал» успешно выдержала все испытания неровными дорогами, длинными дневными перегонами, пылью и другими атрибутами ралли. Но теперь ей предстоит выдержать еще более суровое испытание. Испытание покупательским интересам. Где будет оцениваться абсолютно все. От материалов отделки салона до объема багажника и возможностей трансформации. Готова ли она к таким испытаниям? Вполне. Во всяком случае, все данные для этого у нее есть. А там время покажет. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...